А теперь давайте посмотрим, каким образом, давайте посмотрим, каким образом надо, можно подписывать этот документ, значит, петицию, которая называется stopprovocation.com. Находите на домене под таким же именем. Заходим www.stopprovocation.com. Домен я напишу в комментариях этого видео. Соответственно, вы можете посмотреть это в прямом эфире на своих экранах. Вот я вот так выведу на экран о том, о чем буду говорить. Смотрите, домен называется stopprovocation.com. Вот этот адрес вы пишете у себя на адресной строке. И появляется вот эта страничка. Страничка на английском языке, ничего сложного тут нет. Не бойтесь, я вам сейчас все объясню. В принципе, можете повторять все мои действия. Значит, соответственно, тут на трех языках есть текст петиции, очень коротко, на азербайджанском, турецком, азербайджанском, одно и то же. Значит, есть на английском языке и есть на русском языке. Давайте я вам коротко прочту, что тут написано, чтобы вы на это время не теряли. Значит, остановите пропаганду оккупационной политики фальшивого государства, написано. Тут 2 октября 2018 года на церемонии переномирования проспекта Мерлин в проспект Арцах в городе Глендейл, штата Калифорния, США, участвовали представители непризнанным мировым сообществом так называемой Нагорно-Карабахской республики Соединенных Штатов. Мерлин городского совета города Глендейл, который является этническим армянином, а также членем городского совета, в котором трое из четырех членов армяне. Вызывает обеспокоенность управления армянами в моноэтническом составе городском советом США, так же, как и армяне сейчас управляются моноэтническим составом. Еще более обеспокоенность вызывает их политика, пользуясь случаем, официально притворить в жизнь решение власти республики Армения, грубо попирающую норму международного права. Это событие прямо противоречит интересам американского народа, для которого принципы демократии и мультикультурализма являются основополагающими принципами. Участие сенатора Энтони Партантину в этом мероприятии является проявлением неуважения к азербайджанскому народу, к международному праву и расценивается нами, как со стороны Азербайджана, так же, как и со стороны всего мирового сообщества, которое уважает Т.А.С. Азербайджана, как пропаганда оккупационного режима в результате той агрессии, в которой более миллиона человек превратились в беженцев, А также совершилось страшное преступление, хаджалинский геноцид. Если для кого-то это название ничего не говорит, напишите в гугле, в яндексе, яхо, геноцид хаджалы, и вы увидите, что за одну только ночь армянские бандиты, террористы убили более 600 мирных людей, детей, стариков, женщин в городе хаджалы, и вы поймете о чем речь. Давайте сейчас посмотрим, как надо подписывать данную петицию. Я вам сейчас все в прямом эфире покажу, чтобы вы все поняли, как это делается. Значит, возвращаю обратно экран интернет-эксплойера. У меня Google Chrome установлен. Так, надо найти эту кнопку, чтобы вернуть для вас. Вот, пожалуйста. Значит, мы зашли на сайт stopprovocation.com, нажимаем тут вот эту зеленую кнопку sign this petition, подпиши эту петицию. После нажатия у нас открывается вот такая страничка. Значит, тут надо написать свое имя. Я пишу свое имя. Фуад Малич Ог Лу Аббасов. И пишу свой email адрес. Фуада gmail.com. И все. Значит, надо нажать sign now. Значит, тут написано на английском языке, что все окей. Вы все сделали. Проверяйте вашу почту, чтобы подтвердить о том, что вы получили это письмо. Значит, я захожу на свою почту. Почту. Вот она у меня почта. И смотрим вот это вот письмо, которое мы получили от этой организации. We the people. И тут написано confirm your signature by clicking here. То есть подтвердите вашу подпись, нажимая эту строчку. Соответственно, мы эту строчку нажимаем. И тут написано, что, значит, ваша подпись удачно принята. И все. Больше ничего не надо делать. То есть всего-то три действия, которые надо совершить для того, чтобы протестовать хотя бы на уровне интернет-пользователя. Вот против этого, против этой провокации, сейчас верну обратно камеру, против этой провокации со стороны армянских оккупантов, сепаратистов, которые оккупировали территорию Азербайджанской республики, изгнали оттуда мирное население и совершили геноцид в Хаджалинском районе против азербайджанцев, против турков, которые там проживают. Значит, то же самое повторю на азербайджанском языке для всех, кто меня слушает на азербайджанском, потому что очень важно, чтобы мои соотечественники меня тоже хорошо поняли, слышали и, самое главное, действовали. Продолжение следует... 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 В данном счете, мы видим, что нам смences имзала, когда мы имзали в почву завтра, которым она может быть мысликов на этом счете? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok